здравствуйте hello this is russian-plus.com and another lesson in a series of intermediate lessons of russian in this lesson we'll talk about cross-country skiing in russia катание на беговых лыжах в россии в россии всегда был очень популярный лыжный спорт отчасти потому что большая часть территории россии имеет холодный климат когда-то люди использовали лыжи как средство транспорта сейчас же беговые лыжи это традиционный спорт и приятное времяпровождение для детей и взрослых в екатеринбурге сейчас зима и я предлагаю вам вместе со мной отправиться на одну из лыжных баз города лыжная база называется уктус это отличный современный комплекс здесь можно взять лыжи на прокат цены довольно умеренные в районе 130 рублей в час на ваш выбор предлагаются деревянные и пластиковые лыжи и конечно же палки чтобы отталкивать себя для придания большей скорости а вот и сам комплекс лыжная база здесь открывается отличный вид на город кроме того гостям комплекса предлагается охраняемая парковка поэтому вам при не придется волноваться за ваш автомобиль и за сохранность вещей в нем как вы видите сегодня отличный день солнечно много людей приехало сюда покататься как взрослые так и дети солнце сегодня ярко россия вперед говорит растяжка со спортом по жизни а это эмблема нашего города кроме того на лыжной базе имеется кафетерий здесь можно купить чай и другие напитки украинские лыжный по реперации снастасия освободила снастасия лыжи Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, мы взяли лыжи в прокат и отправляемся на трассу. Лыжная трасса проходит через лесной массив и очень красиво. Сегодня солнечный день и у всех отличное настроение. Лес на Урале в основном состоит из сосен, елей, а также берез. Сейчас я качусь вниз по трассе. Я набрал определенную скорость и просто продолжаю сохранять равновесие. В левой руке у меня палки, в правой руке у меня камера. И снимаю я все, что происходит передо мной. Вы тоже можете за этим понаблюдать. Я разогнался до определенной скорости. Все, что мне остается, это сохранять равновесие и держать ноги прямо. Потому что если одна лыжа наедет на другую, я могу оказаться в сугробе, чего я очень не хочу. Поэтому с определенной скоростью, с которой я разогнался, я продолжаю ехать. Проезжаю мимо разных людей, которые в этот выходной, так же как я, пришли отдохнуть в этот замечательный парк. На Уктусе в городе Екатеринбурге. Несмотря на то, что я не отталкиваюсь палками сейчас, я еду быстрее, чем другие лыжники. Это интересно. Например, вон та девушка в синей куртке. Смотрите, как быстро я ее догоняю. А сейчас перегоню. Девушки катаются медленнее мужчин. Вот и обогнал. Я хочу сказать, что лыжный спорт – это очень полезный спорт, поскольку в нем задействовано большинство мышц организма. В первую очередь, конечно, это ноги, а также это руки, поскольку вам приходится отталкиваться палками очень активно, а также спина. Кто-то пришел сюда покататься не на лыжах, а на санях. Например, вот эта семья. Мужчина так сильно разогнался, чтобы оттолкнуть саней, что сам упал. А вот и другие лыжники, которые катаются вслед за мной. Я остановился, чтобы подождать моих друзей, потому что они, видимо, отстали. Кроме того, просто приятно находиться в лесу, поскольку в лесу много кислорода, а кислород снабжает ваш мозг. Поэтому, если вы проведете на природе 2-3 часа, это добавит вам сил. Смотрите, Питер хорошо научился кататься на лыжах. У него отлично получается. Предлагаю вместе со мной спуститься еще с одного склона, чтобы полюбоваться природой. Смотрите, эта лыжница в желтой куртке стремительно удаляется. Но я встаю лыжами на лыжню, и сейчас мы ее догоним. Почему это происходит, я не знаю, поскольку она отталкивается палками, а я нет. Видимо, мои лыжи катятся быстрее. Спускаться с горы всегда приятнее, потому что, чтобы забраться на гору, нужно прилагать много усилий. Я думаю, что я еду сейчас со скоростью 20-25 км в час. Как я уже сказал, мои лыжи, похоже, едут быстрее, чем у этой лыжницы в желтой куртке. И сейчас мы ее догоним. Но вот спуск уже закончился, поэтому мне приходится перейти на коньковый бег, чтобы идти дальше вверх. А вот и мои лыжи, которые я взял на прокат. Многие люди приходят сюда просто подышать воздухом и пообщаться со своей семьей, а не только заниматься спортом. Всей нашей прогулки, конечно, вам не удалось посмотреть, поскольку снимать удобно только, когда едешь со спуска. Но, тем не менее, представление какое-то вы уже получили. Вот мы и возвращаемся на лыжную базу. Солнце куда-то пропало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скинь хороша для вашей помощи. О, не стоп. Питер, какие слова для нас? Питер, у нас скинь. Третье. Но быстрее, чем огонь. Чуть-чуть, чем очень-очень легкий огонь. Хорошо, мы были очень веселы. Сейчас, когда вернемся к городу. Итак, мы отлично провели время. Мне понравилось кататься. Пока в России зима. Нужно заниматься всеми зимними видами спорта. Мой совет вам. Занимайтесь спортом. А также следите за уроками от russian-plus.com And this was your Russian tutor, Vyacheslav. Thanks for watching. Goodbye.